Грузовик Тем не менее, Игорь не скупился и передал его такое бессрочное пользование фонду И теперь именно на нем мы будем доставлять основные грузы И в Донецк, и будем отвозить ткань, которая пойдет на пошив формы То есть теперь не потребуется тратиться на транспорт, а на это уходили достаточно большие суммы Вообще, хотелось бы поблагодарить всех людей, которые оказывают помощь Потому что это невероятное количество людей Это люди, в большинстве случаев, которые передают очень большие суммы И я говорю не о том, о соотношении суммы Например, для бабушки пенсия, всю пенсию передать, это тоже очень большая сумма И это очень важно Вот из последних, хотел бы отдельно поблагодарить Это Михаил из Южно-Сахалинска, 3 миллиона рублей передал Вот Игорь передал грузовик стоимостью более 3 миллионов рублей И плюс дал еще 100 тысяч, говорит, вот на закупку термобелья и вообще на обслуживание машины Вчера также принес человек миллион рублей на наш склад И попросил, чтобы это все пошло исключительно на детей Либо на закупку медицины, так мы и поступим 50 тысяч рублей вчера человек передал И вообще идут постоянные перечисления И я хочу еще раз всем сказать, что все до последней копейки уходит исключительно на Донбасс Мы ничего себе не забираем, ничего не оставляем Все уходит на Донбасс На обслуживание работы фонда имеется в виду тоже исключительно все, что работает на Донбасс Я имею в виду транспортные расходы и тому подобное Хочу отметить вот что Что за 3 месяца работы Вот в наш фонд пришло почти 25 миллионов рублей Сегодня, наверное, это уже сумма 25 миллионов Я могу вам с полной ответственностью сказать, что ни один политик ни копейки не перечислил Ни одна политическая организация Ни какие там ФСБшники и так далее, официальные лица Никто ничего не перечислил Все приходит А, и конечно же, товарищ Сурков тоже ничего не перечислил То есть это тем людям отвечаю, которые пытались впаривать, что наш фонд это проект Суркова Но вы зайдите, посмотрите выписки Выписки людей Точнее, банковские выписки наших счетов И вы увидите, что фонд помощи Новороссии Это фонд не Суркова Это фонд тысячи обычных, простых людей Со всей России, причем и со всего мира Потому что приходят со всего мира переводы И очень большие Единственное, что меня очень коробит Вот эта вслух фраза Простые люди Это как раз не простые люди, которые присылают Это Это простые люди, не простой судьбы Потому что вот в такие вот тяжелые для Отечества времена Именно вот такие простые, в кавычках, люди И встают на защиту своего Отечества Кто встает под ружье? Я говорю об ополченцах Новороссии А кто обеспечивает тыл? Потому что без нашего обеспечения, без крепкого тыла Но ополченцам не выдержать этой войны И не победить никак А сейчас зима Это нужда в продовольствии В обмундировании, в теплых вещах К нам в последние дни часто приезжают на склад ополченцы Ну вот я выкладывал видео Они приезжают в летнем обмундировании Им холодно Они приезжают в каких-то непонятных кроссовках И это приезжают не просто какие-то там рядовые ополченцы Приезжают командиры, которые с передовой Это Донецк, это Комсомольский Это передовая зона Луганской Народной Республики Ах, сейчас Чтобы нам не врезаться в наш грузовик, который мы только что забрали Вот, в общем, я, наверное, затягиваю опять свое обращение Но действительно накопилось очень много слов благодарности Именно к людям Простым, опять же, в кавычках Благодаря которым работает наш фонд Благодаря которым одеты, обуты, сыты И в нормальном обмунировании по-человечески выглядят ополченцы Хочу обратить внимание, что наш фонд – это плод, это детище коллективного труда Я лишь исполнитель этого фонда Я лишь лицо, которое отчитывается перед вами Но, к сожалению, за кадром остается работа сотен волонтеров Сотен неравнодушных людей, которые тратят в большинстве своем случаев Все свое личное свободное время Где-то в ущерб отдыху, где-то в ущерб работе, заработку средств личных Но тем не менее, и хочу всем сказать, что наш фонд не относится ни к каким политическим организациям, каким-то силовым структурам У нас действует только один принцип – и по жизни, и в работе фонда Ни за кого и ни с кем, кроме своей совести Всего доброго за Донбасс! Главком по транспорту Практически уже ополченец, военный водитель Ну как тебе, а? Как грузовик? Хороший грузовик? Нормально! Ну все! Игорь, еще раз огромное спасибо вам за этот грузовик Он, конечно, не позволит нам перевезти оперативно все грузы Нам где-то нужен 40-50 кубов Но это огромная помощь Это грузовик, который перевезет очень много товаров Обмундирования и всего, что необходимо ополченцам Пользуясь случаем, если у кого-то есть возможность предоставить Не в подарок, нет, просто во временное пользование Грузовичок кубатурой 40-50 кубометров Это была бы огромная помощь для фонда Потому что мы бы смогли тогда одной машиной сразу большие грузы Со всего центрального склада нашего отправлять на Донбасс Все, на этом прощаюсь Честное слово, удивляет доброта и отзывчивость русских людей Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok